Еще раз вам объясняю, если вы отказываетесь оказывать медицинскую помощь, вот человек написал жалобу, и вы будете отвечать по всей строгости закона, я вам первый и последний раз говорю, я еще раз объясняю, я буду вам говорить, у вас не видно даже, кто там записан и что там записано, поскольку... Когда вы не умеете смотреть, научитесь смотреть, кто записан и что там, ни одной нулей, я перерабатывать не собираюсь, мой график работает строго нормирован, у меня нет экстренной медицинской помощи, у меня нет этой помощи, почитайте приказ, у меня нет, вы приказы изучите, вы изучите приказ сначала, а потом это ваши проблемы, вы должны организовывать. Мне все равно, что вы с ним угрожаете, я вам сказал, что вы будете отвечать по всей строгости закона, если мне оказываетесь медицинскую помощь, я вам не собираюсь рассказывать ежедневно приказы, я знакомлю отсюда. Вы даже приказ не умеете читать, вы мне выговор сделали за то, что я работаю по приказу, научитесь. У вас работать, поверьте мне, уважаемые, понимаете, я сюда поднялся к вам, чтобы вам объяснить, уважаемые, что вы изучите приказы для начала. Вот вы изучите трудовой кодекс, сначала трудовой кодекс правильной федерации, и приказы Минздрава. В вашем блоке таблетки будут еженедельно на проверьте по вопросу оказания диспансерного наблюдения хроническим пациентам. За последние полгода нет диспансерного наблюдения. Приказ, который вы мне дали под подпись, не имеет наблюдения хроническим пациентам. Как вы сначала прочитаете, нет диспансерного наблюдения, выговор будет. Хорошо, делайте. Вы в рабочее время мне выделите время. Я вам еще раз говорю. Вы сначала выделите время, а потом орите. Где вы выделили? Покажите. Где? В рамках трудового закона. Где вы выделили время? Вы работаете по своему времени. Я работаю по времени строго. Насколько вы ставите строго. Тогда почему вы в минулевочку записываете? Есть рабочая медицинская помощь. Она оказывается в кабинете неотвожной помощи. В кабинете неотвожной помощи. Осмотрите вы его, потом я осмотрю. Хорошо, кабинете неотвожной помощи, что вы предлагаете? Автоматологическую помощь оказываете? Там фельдшер с образованием, он может реанимационные мероприятия дыхания и сердечные оказать. Остальное все оказывается в БСМП-2. Вы сначала прочитаете приказ, маршрутизацию прочитаете, а потом... В первую очередь судья, в вторую очередь в Министерстве здравоохранения. Большой, не вашей вопросу переаттестации. Будем поднимать, значит. Давайте. Я тоже хочу поднять этот вопрос по вашей аттестации. По знанию приказов Минздрава. Что вы читать не умеете. Поднимайте, поднимайте. Ну, вы очень грубые на повороту, конечно. Читать не умеете. А зачем вы на меня орете? Я не верю в это. Я очень сомневаюсь. Сказал, спуститься, дать объяснение. Вы мне ничего не сказали. Вы, вы не решили соизволить. Значит, не уважаете руководителя. Вот, значит, так как вы... Подождите. Подождите. Я никого ждать не буду. Сколько вам лет? 89. 89 лет. Я должна была ему сказать, что он подождет. Ну, 20 минут, что вы с человеком делали? Проверяем. 20 минут. Проверяйте. И вы лично. За вас медсестра на работу выполняет. Вы что делаете? Вы что делаете? Вот за вас медсестра. Таблиния, бомбила. Посмотрела на таблицы. А вы что делаете? Вы, вот вы лично что делаете? Даю указания медсестра. Указания вы никто не будете давать. Вы не будете здесь указания давать. Еще раз вам говорю. Вы никто. Давать указания в этом медицинском учреждении врачи не будут. Вам понятно? У меня в должностных инструкциях давать распоряжение младшему персоналу. Почитайте. Научитесь читать. Вы не умеете читать. Я читать не умею. Ну, так прочитайте. Прикажите, что я даю указания, что делать. Это вы, а то много не плохо видите. Я вам первый и последний раз говорю. Я буду каждый день к вам приходить. И буду каждый день вас учить. Есть до тех пор, пока вы не научитесь. И не будете. Значит, вы будете. Я под вашу турку влезать не буду. У меня есть трудовой копец. Спасите. Распоряжение руководителя вашего подразделения. Перебивать меня не надо. У меня есть трудовой копец и должностные инструкции. Все. Я, давайте, снимать себя не разрешал. Я вообще не на месте. Хочу снимаю, хочу нет. Я вам еще раз говорю. Вы будете отвечать по закону. Минь.